В мире насчитываются тысячи единиц различного оружия, каждая из которых имеет своё назначение. Конечно, некоторые модели несколько популярнее других. Согласитесь, есть винтовки, которые мы ежедневно встречаем в оружейных группах и на различных YouTube-каналах. А некоторые модели оружия однажды мы видим впервые, даже если до этого годами увлекались данной тематикой. Но есть совершенно отдельный класс. Оружие, которое видели абсолютно все, ведь благодаря определенным качествам и, главное, зрелищностям, оно в какой-то момент очень полюбилось создателям фильмов. Именно о самом популярном киношном оружии и пойдёт речь в сегодняшнем ролике. Как уже было сказано ранее, самое главное для создателей современных боевиков – это не боевые качества оружия, используемого различными персонажами, а именно его зрелищность. Хотя и из этого правила бывают исключения. Первый в списке – пистолет, зрелищность которого эквивалентна его невостребованности среди настоящих стрелков. Конечно же, речь идёт о тяжёлом, мощном и громком Desert Eagle. Классический пустынный «Орёл», как и различные его модификации, является, пожалуй, одним из наиболее популярных кинопистолетов. Начиная с 80-х годов, это оружие засветилось в таких картинах, как «Команда», «Робокоп», «Каратель», «Универсальный солдат», «Хищник», «Плохие парни», «Большой куш», «Адреналин», «Робот по имени Чаппи» и многие другие. Его можно увидеть даже в российском кино. Например, в фильме «Охота на пиранью». Что уж говорить, габариты, мощность, громкость и большая огненная вспышка, сопровождающая каждый выстрел, не на шутку нравятся создателям популярных боевиков. Второе оружие в списке – семейство пистолетов-пулемётов УЗИ от компании «Israel Military Industries». Почему-то сценаристы и режиссёры со всего мира решили, что именно эти пистолеты-пулемёты должны быть любимым оружием всех плохих парней, которые находятся в самом низу пищевой цепочки гангстерской иерархии. Однако это оружие впервые появилось в кино ещё до «Пустынного Орла» и, оказывается, из УЗИ стреляют не только рядовые бандиты. Лицо со шрамом. Терминатор. Команда. Танго и кэш. Двойной удар. Без лица. Матрица. Город грехов. Всё это – лишь один процент кассовых боевиков, в которых засветился этот популярный израильский пистолет-пулемёт. Далее мы расскажем о ещё одном крайне популярном оружии в кино. Речь идёт о совсем незрелищном, но тем не менее невероятно популярном пистолете – ГЛОК. Конечно, 17-я модель как нестареющая классика и 18-я как пистолет с режимом автоматического огня являются самыми популярными моделями в семействе. Однако другие, более новые ГЛОКи тоже появляются в огромном количестве фильмов. Первую волну популярности этому пистолету принёс сиквел «Крепкого орешка». Именно там было сказано о том, что данный пистолет не видит ни один металлодетектор, что, конечно же, является неправдой. Начиная с 1990 года ГЛОК становится настоящей звездой боевиков. Он появлялся в таких культовых фильмах, как «Тренировочный день», «Красный дракон», «Тринадцатый район», «Перевозчик», «Американская история Икс», «Форсаж», «Начало», «Патруль» и так далее. Новую волну популярности пистолеты серии ГЛОК получили после выхода двух фильмов про Джона Уика с Киану Ривзом в главной роли. Именно эти пистолеты были любимым оружием неубиваемого любителя собак и маслкаров. На этом моменте мы переходим к более тяжелому оружию, различные вариации которого, благодаря своей мощности и необычности, обрели популярность еще в 80-х. Речь идет о пулемете М134 «Миниган», который изначально киношники устанавливали на различную авиацию, а начиная с культового фильма «Хищник», начали раздавать колоритным персонажам в качестве ручного пулемета. Именно этот пулемет использовал «Терминатор» в лучшей части франшизы «Судный день». Не обошлось без него и в третьей части. «Миниган» можно видеть в некоторых частях «Трансформеров», «Неудержимых», «Первом мстители» и, конечно же, дань оригинальному фильму отдали в фильме «Хищники» 2010 года, где «Миниган» использовал Олег Токтаров. Киношники полюбили этот пулемет за все его шесть стволов, внушающий ужас внешний вид, невероятную скорострельность и, конечно же, за возможность обеспечить соответствующих персонажей соответствующим оружием. Мы просто не могли не включить в этот ролик любимую не только киношниками, но и вообще всеми крупнокалиберную снайперскую винтовку «Барретт М82», которая отличилась еще в первом робокопе и после этого стала наиболее популярной крупнокалиберной винтовкой в киноиндустрии. «Хищник 2», «На крючке», «Трансформеры», «Миссия невыполнима 3», «Обливион», «Терминатор Генезис», «Возвращение Супермена», «Стрелок», «Повелитель бури» — далеко не полный список фильмов, в котором появляется только 82-я «Барретт» или различные ее вариации. Если же взять все модели крупнокалиберных винтовок данного производителя, то для них придется монтировать отдельный ролик. И в завершение мы поговорим о необычных дробовиках, в частности автоматических моделях. Такое оружие, как «Армлесс Страйкер», «Френчи Спас-15», «АА-12» и тому подобное стало популярным среди создателей киноарсенала с самого своего появления. Арнольд Шварценеггер и Терри Крюс используют «АА-12» в «Неудержимых», «Эдриан Броуди» в «Хищниках», «Ченнинг Татум» в «Джи Ай Джо». Это ружье успело засветиться даже в популярном сериале «Во все тяжкие», где сценаристы сделали действительно эпичную сцену с его участием. Не менее популярным является «Спас-15». Без него не обошлись все те же вторые части «Хищника» и «Терминатора» и уже упомянутый российский фильм «Охота на пиранью». И последний из перечисленных – дробовик с барабанным магазином «Армлесс Страйкер» – южноафриканское оружие, засветившееся в районе номер 9, действие которого происходит на родине дробовика и во многих других фильмах, включая «Годзиллу» 98-го года, 2-го и 3-го «Робокопа» и другие. На этом наш ролик подходит к концу. Если было интересно, обязательно поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. А в комментариях напишите, какое оружие мы незаслуженно упустили, и если мы наберем достаточно годных образцов, то обязательно сделаем вторую часть. Субтитры создавал DimaTorzok